Модернизация Модернизация Законодательного собрания Анатолий Бакаев выступил с большим отчетом по итогам работы парламентской фракции за 2017 год. Положительным итогом было названо принятие целого ряда законов и постановлений, работающих на результат. И это, в частности, утверждение профицитного бюджета, создание льготных условий для предпринимателей, поддержка сельского хозяйства и фермерства. Нам удалось совместно с органами исполнительной власти достичь того уровня, о котором вы знаете. Мы приняли впервые профицитный бюджет, мы решили многие проблемы, мы подняли нашу инвестиционную деятельность, стали инвестиционным привлекательным регионом. Главными целями работы по-прежнему остаются выполнение майских указов президента и его послания федеральному собранию. По исполнению наказов избирателей в законодательном собрании уже готов проект закона. Его принятие установит порядок формирования депутатских наказов, их рассмотрения, организации и финансирования. Мы сейчас уже завершили подготовку законопроекта о наказах избирателей и 18 апреля мы выносим его для рассмотрения в первом чтении. Учитывая, что это очень важный, значимый проект, значимый закон, который мы, надеюсь, примем, мы его принимаем в первом чтении и затем подвергнем очень широкому обсуждению, чтобы все знали, что это такое. В своем обращении к депутатскому корпусу глава региона Сергей Морозов предложил создать партийные экспертные группы при законодательном собрании по округам и по направлениям послания президента. Задачей таких групп – выработать конкретные планы и дорожные карты реализации основных направлений послания. Единая Россия должна стать главным представителем путинского большинства во власти. Нам с вами предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, о том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и наших с вами сторонников. Таким образом, по словам главы региона, необходимо произвести перезагрузку работы Единой России от партии власти к партии путинского большинства. Любая трансформация не обойдется без обновления, поэтому на поиск новых решений и новых лидеров нужно опираться на молодежь. У последней, кстати, свое введение на то, как должна работать партия. Им молодежная делегация поделилась с губернатором. Какие члены партии должны быть в Единой России, с чем мы категорически не готовы мириться и перешли плавно к отдельным направлениям работы Единой России. Мы обсудили, как привлекать молодых кадров, обсудили, какой должен быть внутрипартийный контроль, говорили о том, как партия и члены должны взаимодействовать друг с другом, обсудили общественные приемные. Молодежная делегация готовится представить свой опыт в Казани. Именно там с 15 по 21 апреля пройдет масштабный образовательный форум молодой гвардии Единой России. Участникам из Ульяновска губернатор пожелал достойно представить свой регион. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.